Когда он был маленьким, он, как все мальчики, мечтал стать космонавтом, доктором или суперменом. Но, к нашему с вами счастью, его мечты не осуществились, и он стал культовой рок-звездой 90-х. Программа «Коза» приехала туда, где исполняются мечты харьковчан, а именно в пробку на Сумской. Ведь сегодня здесь табула раса, рокеры, пойдемте! Пойдемте, пойдемте! Простите, Евгений, но я не могу в самом начале не поздравить вас с недавно наступившим днем рождения. Спасибо! На всякий случай у Джона Лэннена тоже день рождения. Мне приятно, что я родился в один день с таким великим человеком. Я думаю, ему тоже приятно. Поздравим Джона Лэннена. Он сейчас в девятой вселенной. Его песни слушает весь мир, вся земля уже на протяжении очень многих лет. Значит, в нем заложено много любви. Вообще, в людях заложено много любви. Если бы люди об этом помнили чаще, не было бы воин. Мне кажется, что вы явный поклонник. Ну, не совсем такой явный. Просто мы его с девяностых слушаем. В этом году мы уже второй раз на его концерте. Рокки Райдерс Клаб. Ездим на мотоциклах, на байках. Нам просто позвонили, сказали, мы приезжаем. Вот мы и пришли здесь с семьей. В 98-м или 6-м, по-моему, году у вас на разогреве выступала группа «Океан Эльзы». Сейчас это «Дрим Вест». «Океан Эльзы» снискали сумасшедшую популярность. Возможно, вы как-то влияете. Женя, если чувствует, что что-то неправда, он что-то начинает краснеть сразу. Посмотрим сейчас по реакции. Мы даже избегаем того, что называется там перед себя, сбираться на первые, вторые, третьи места хит-парада. Лично мне это неинтересно. Возможно, ребятам это пока интересно. Просто я их старше, получается, чуть-чуть. Ну, на 10 лет Жени старше. Это потому, что он родился в год дракона, а я в год кота, понимаете? И вечно вот это... У тебя тоже в год дракона. У нас с вами векторная связь. За одну секунду притяжение несколько сот раз. Никогда не бывает скучно. Пробка, она приносит людям счастье. И сегодня она исполнила мечты многих харьковчан. Это правда. Мои мечты тоже в пробке сбываются. Я всегда хотел видеть звезд не только с экранов, не только слышать их по радио, а видеть их живьем на сцене. И более того, как арт-директор, мне еще очень приятно их встречать, общаться с ними, спрашивать, как у них дела. Делать им хорошо в пробке, чтобы им было приятно здесь. И хотелось вернуться еще, еще и еще. Первым делом Алексей сегодня меня спросил, как он выглядит. Он очень переживает, понравится ли он Олегу из Табулы Рассы. Ты сегодня выглядишь очень хорошо, особенно вот этот вот розовый акцент. В честь чего? Розовый акцент в честь того. Того, что это рок сегодня будет? Того, что это Табулы Рассы. Твоя чистая тоска, на которой рдеет вот этот вот алый. Это в честь того, что они не понимают розовый цвет и будут меня бить ногами, поэтому я буду убегать и... Ты хочешь быть замечен? Да. Тебе нравится творчество Табулы Рассы или ты пришла просто потому, что в пробке на Сумской здорово? Безусловно, у меня объединяют два фактора, потому что я любитель творчества Табулы Рассы и объединяет меня еще. Потому что тут всегда хорошо, весело и клевые ведущие. У нас вообще месяц Олегов. Ждем еще одного Олега. Скрипку теперь уже 27 октября. Это будет грандиозный концерт, концерт-сенсация. Полтора часа скрипка будет на сцене. Перед ним будут наши резиденты, тоже Олег. 24 ноября в пробке Тартак, 1 февраля в пробке группа Скрябин. Ждем вас. Да пройдет концерт во имя любви, да? Да начнется концерт именем «Любовь» и закончится им. Собственно, как и наше сознание. Бесконечно, мы же все произошли от любви, правильно? И для любви. Это очень трогательно, красиво. Хочется об этом, чтобы мы не забывали. Мы об этом все песни, собственно, пишем.